7 страшных фактов об устойчивых к антибиотикам супербактериях Логотип 7 страшных фактов об устойчивых к антибиотикам супербактериях ВОКС США Джулия Беллуз Джулия Бюз Апфото Дэвид Голдман Ученые и медики – народ осторожный, и они редко рисуют апокалиптические сценарии. Правда, если речь не идет об устойчивости к антибиотикам. По мере того, как мы все больше узнаем о том, что устойчивые к антибиотикам супербактерии способны буквально уничтожить человечество, у нас появляется тревога сродни обеспокоенности климатическими изменениями. Это страшная, но неосязаемая угроза, против которой трудно сплотиться. Вопреки грозным предостережениям на предмет воздействия устойчивых к антибиотикам бактерий на здоровье человека, эта проблема для многих до сих пор является абстракцией. Промышленность противодействует попыткам ее разрешения, а законы, направленные на ее устранение, постоянно блокируются. Мы продолжаем злоупотреблять и разбазаривать один из величайших даров науки, который спасает нам жизнь. Бездействие озадачивает и лишь усугубляет проблему, связанную с устойчивостью к антибиотикам. 1. Супербактерии скоро будут убивать больше людей, чем рак. Внутри и вокруг нас живут миллиарды бактерий, и большинство из них помогают нам выживать и преуспевать. Но иногда мы заражаемся бактериями, которые могут довести нас до болезни. Антибиотики – это химические вещества из окружающих нас организмов, способные убивать этих вредных микробов. Они не только излечивают нас, когда мы заболеваем. Эти чудо-лекарства произвели революцию в медицине и изменили масштабы современного производства продовольствия. Но в использовании антибиотиков есть один крупный недостаток – чем больше мы их потребляем, тем быстрее они прекращают свое воздействие. С тех пор как Александр Флеминг открыл первый антибиотик – пенициллин в 1928 году, многие ученые, руководители из сферы здравоохранения и врачи все чаще бьют тревогу по поводу устойчивости к антибиотикам. Устойчивость к антибиотикам – это естественная реакция на лекарства. Бактерии размножаются миллиардами, и некоторые из них случайным образом мутируют. В их ДНК происходят изменения, благодаря которым эти бактерии оказываются в состоянии перехитрить предназначенные для их уничтожения препараты. Ситуация усугубляется еще и тем, что мы слишком часто пользуемся антибиотиками, принимая их в неправильной дозировке. Когда мы не завершаем курс лечения, или даем антибиотики животным в малых дозах для повышения их веса, мы создаем такую среду, в которой самые слабые супербактерии погибают, а самые сильные выживают. В последние годы такое неправильное применение антибиотиков ускоряет естественный процесс сопротивляемости, из-за чего некоторые антибиотики становятся бесполезными, заставляя специалистов предупреждать о том, что мы вступаем в постантибиотиковую эпоху, которая станет кошмаром для здравоохранения и катастрофической угрозой, не уступающей терроризму. Только в США из-за антибиотика устойчивых инфекций каждый год умирает 23 тысячи человек, и происходит 2 миллиона заболеваний. Мы уже стали свидетелями ряда бактериальных инфекций, гонорея, устойчивые к карбоопениямаминтеробактерии, штаммы туберкулеза, которые больше не излечиваются имеющимися у нас лекарствами. Чрезмерное использование антибиотиков также убивает полезные бактерии в человеческом организме, может нарушить нашу кишечную флору и услабить иммунную систему. А это значит, что больше людей будет болеть, что они будут дольше болеть и умирать от резистентных инфекций, против которых у нас нет лекарств. А стоимость лечения антибиотика устойчивости будет увеличиваться. Недавно был подготовлен доклад по заданию британского правительства, в котором содержится очень тревожный прогноз о том, что к 2050 году устойчивые к антимикробным препаратам инфекции будут убивать 10 миллионов человек по всему миру. Это больше, чем количество людей, умирающих в настоящее время от рака. Этот кошмарный сценарий весьма правдоподобен по одной простой причине – мы никак не можем предпринять действия, необходимые для его предотвращения. В медицине налицо просто невероятная инертность, а сельскохозяйственный сектор долгие годы отрицает данные науки по экономическим и политическим соображениям. 2. Без антибиотиков медицина рухнет, не будет преувеличением сказать, что большая часть современной медицины, а также наше здоровье зависит от эффективности антибиотиков. Всякий раз, когда мы отправляемся в госпиталь на операцию, замена тазобедренного сустава, операция на передней крестообразной связке, операция на сердце, почти все врачи без исключений назначают нам антибиотики для предотвращения инфекции. Антибиотики также позволяют делать кесарево сечение, а эта операция обеспечивает спасение наибольшего числа жизней на нашей планете. Если не будет действенных антибиотиков, рядовые медицинские процедуры типа операции на бедре, кесарево сечение и химиотерапии станут намного опаснее, а некоторые медицинские вмешательства типа пересадки органов или той же химиотерапии будут неизменно иметь летальный исход. В одной из своих научно-популярных статей Мэрин Маккена описывает мир до появления антибиотиков, а также то, что нас ожидает, если имеющиеся антибиотики перестанут действовать. До появления антибиотиков при родах умирало пять женщин из тысячи, умирал каждый девятый с кожной инфекцией, которую можно было получить от пустяковой царапины или укуса насекомого. Умирали 30% людей, заболевших пневмонией. Инфекционные заболевания уха приводили к глухоте, за ангиной мог последовать инфаркт. «Это просто невообразимо», — говорит профессор Кевин Аутерсон с юридического факультета Бостонского университета, «как возврат в эпоху до антибиотиков повлияет на американское здравоохранение». Аналитик из исследовательского центра RAN Corporation, Джирка Тейлор, заявляет, когда у вас 5% вероятность заразиться инфекцией, смертность от которой составляет 40%, захотите ли вы соглашаться на довольно простые операции типа эндопротизирования тазобедренного сустава, если от нее не зависит ваша жизнь? 3. Мы усугубляем проблему, неправильно используя антибиотики. Чаще всего мы пользуемся антибиотиками неправильно и без необходимости. В сельском хозяйстве фермеры дают их небольшими дозами животным для увеличения веса и предотвращения инфекций, но не для их лечения. В больницах и поликлиниках врачи назначают лекарства, когда не уверены в диагнозе, но хотят выполнять требования пациентов вылечить их, несмотря на то, что они могут страдать от заразной болезни, но не бактериальной. Как отметила недавно Сара Клифф, врачи уже давно знают, что вылечить антибиотиками бронхит невозможно, и тем не менее, в 71% случаев, они продолжают лечить его антибиотиками. По данным журнала Nature, среднестатистический американский ребенок до достижения взрослого возраста 10-20 раз проходит курс лечения антибиотиками. Получается, что он получает дозу антибиотиков каждый год либо раз в 2 года. Но согласно авторитетным оценкам, в половине случаев антибиотики ему не нужны. Но чаще всего мы применяем антибиотики на фермах. Для животных используется около 80% из общего количества производимых ежегодно антибиотиков, которое составляет от 100 тысяч до 200 тысяч тонн. Это происходит по двум основным причинам. Фермеры обнаружили, что если давать животным в малых дозах антибиотики, они быстрее растут. А если использовать антибиотики для профилактики заболеваний, то их можно содержать в запущенном состоянии. Такая практика позволяет нам получать дешевые продукты питания, но она также усугубляет проблему сопротивляемости антибиотикам. Когда накаченные антибиотиками животные содержатся в грязи и в тесноте, это создает идеальные условия для антибиотика устойчивости. Малые дозы уничтожают самые слабые бактерии, а самые сильные выживают. 4. Мы не производим новые и более эффективные антибиотики для борьбы с супербактериями. Одна из самых пугающих особенностей сегодняшнего кризиса антибиотика устойчивости заключается в том, что фармацевтические компании не создают новые лекарства для борьбы с ней. Антибиотики просто не приносят им большой прибыли, не дают существенной финансовой выручки. В отличие от лечения хронических заболеваний, люди пользуются антибиотиками непродолжительное время. А теперь мы знаем, что нам надо применять их еще более разборчиво и осторожно, чем раньше, что не очень-то радует крупные фармацевтические компании. По этой причине многие жалуются на то, что поставки лекарств иссякли. За последние десятилетия на рынок поступило лишь незначительное количество новых антибиотиков, и медицинские организации типа Американского общества инфекционистов встревожены тем, что новых лекарств недопустимо мало. 5. Крупные компании типа McDonald's вступают в борьбу со злоупотреблением антибиотиками, но в этом деле есть масса лазеек. Пищевые компании типа Chipotle, Painero Bread, Applegate, а в последнее время и McDonald's вступают в борьбу там, где государство терпит неудачу. Они противодействуют чрезмерному использованию антибиотиков, принимая различные меры по ограничению тех лекарственных препаратов, которые могут использовать их поставщики, а также по ограничению сроков их применения. Но такие меры зачастую оказываются недостаточными. Например, недавно заявила, что в течение двух лет откажется от закупки цыплят, которые выращиваются на человеческих антибиотиках. Тем не менее, эта ресторанная цепь позволяет поставщикам использовать антибиотики для животных под названием мианофоры. Людям такие антибиотики не назначают, но их чрезмерное применение для животных может отрицательно отразиться на здоровье человека, поскольку мы знаем, что резистентность переходит границей видов и классов лекарств. Такая политика Макдоналдс Действует только в отношении американских ресторанов, но не десятков тысяч других точек питания, которыми компания владеет за рубежом. И распространяется она только на куриное мясо, но не на говядину, которая чаще всего используется в меню компании. Да, это шаг в правильном направлении, Но с учетом того, что производителей продуктов питания больше интересует прибыль, а не здоровье населения, если Макдоналдс начнет мухлевать, это не должно вызывать удивления. Тем не менее, производители продуктов питания Харун твердят о том, что они реагируют на требования потребителя. Такие противники антибиотиков, как член палаты представителей Луиза Слотер, Луиз Слотер, заявляют, что покупатели должны и дальше оказывать давление на ведущие продовольственные компании, голосуя своими деньгами. Мы должны заставить американский народ заявить, что он не будет покупать стейки, напичканные антибиотиками, что он не хочет, чтобы цыплят обмакивали в отбеливающие средства Clorox, что он требует кормить его и его детей здоровыми и полезными продуктами, что антибиотики надо беречь и для больных животных и людей. 6. Сельское хозяйство решительно против реформ, из-за чего США опаздывают со своими мерами. Нам не только не хватает новых и действенных антибиотиков, мы не в состоянии осуществлять меры по снижению потребления антибиотиков. Американские законодатели неоднократно выдвигали законопроекты по сокращению чрезмерного применения антибиотиков. Но сельскохозяйственная отрасль неизменно торпедирует эти усилия, и законопроекты пока еще так и не прошли через Конгресс. Например, член Палаты представителей Луис Слатер, являющийся единственным микробиологом в Конгрессе, возглавляет усилия по прекращению чрезмерного применения антибиотиков на фермах. В этих целях был подготовлен законопроект о сбережении антибиотиков для медицинского лечения. С момента прихода Слатер в Конгресс в 2007 году этот законопроект выдвигали четыре раза, и всякий раз он терпел фиаско в Палате представителей. Как говорит Слатер, 450 организаций, то есть, Вседоединые потребительские ассоциации, научные группы, все медицинские объединения, какие только можно себе представить, поддерживают наш законопроект. Но 88% из тех денег, что тратится на лоббирование в данном вопросе, тратятся против нас. На федеральном уровне предпринимаются и другие усилия по решению проблемы с антибиотиками на фермах. Управление по контролю за продуктами и лекарствами сообщает, что использование антибиотиков в производстве продуктов питания создает проблемы с 1970-х годов. Но сельскохозяйственные отрасли и фармацевтические компании срывают и блокируют усилия, направленные на борьбу с данным явлением. А крупному пищевому бизнесу нужны дешевые продукты. Например, в декабре прошлого года Управление по контролю за продуктами и лекарствами издало руководство, в котором призывает разумно и осторожно использовать на фермах антибиотики для увеличения веса животных. Но это руководство не является обязательным. За те годы, что я работаю над этим вопросом, говорит Слатер, я пришла к выводу, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами не намерено нас защищать. Точно так же нас не намерены защищать Министерство сельского хозяйства и Белый дом. Ученые и законодатели, обеспокоенные усиливающейся проблемой антибиотика устойчивости, пытаются заставить американский сельскохозяйственный сектор последовать примеру Дании и других европейских стран, где фермеры используют антибиотики только для лечения животных. 7. Мы знаем, что нам надо решать проблему устойчивости к антибиотикам.